Здравствуйте, в эфире новости в студии Илья Райшев о главных окруженных событиях к этому часу. Когда медлить нельзя, сотрудники скорой помощи в Югре отмечают профессиональный праздник. В гости к медикам заглянула Наталья Акст. В планах ремонт, новые спектакли и гастроли. Труппе музыкально-драматического театра в Сургуте представили нового директора. Прикоснуться к легендарному трофею смогли жители городов Югры. Наши хоккеисты продолжают победный тур по округу. Обо всем подробнее прямо сейчас. Сегодня в России отмечается день работника скорой помощи. Именно 28 апреля в далеком 1898 году в Москве появились первые станции неотложек. Тогда для перевозки пациентов использовали кареты. Эта дата стала для сотрудников скорой профессиональным праздником, пусть и неофициальным. Закрепить его на государственном уровне в прошлом году предложил президент Владимир Путин. В 2020 работники скорой помощи находились на передовой борьбы с ковидом. И первыми контактировали с заболевшими людьми. Это был такой тяжелый год. Это так тяжело было работать. Просто домой приходил, как выжатый львов. Я просто преклоняюсь перед нашими девчонками. У нас весная масса мужского населения ушла на ковидные бригады. Бедные девчонки. Это вообще... И все другие... Конечно. У тебя одинаково была загрузка, что ковидная, что не ковидная, потому что заболевелось. И в такие же бригады тоже попадали. А пациенты такие тяжелые. Это тяжелые пациенты были. Это инсульты, инфаркты. Это все насилочные. У нас дедные девчонки. Это вот им надо памятники ставить. Они вот такие все маленькие, щупленькие девчушки. Вот кому надо. Я, конечно, перед ним склоняюсь, перед нашими девчонками. Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Слова благодарности глава региона опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме. Цитата. В трудную минуту именно от их оперативности, профессионализма, навыков зависит судьба тех, кто оказался в беде. Конец цитаты. Кроме того, губернатор поделилась видеороликом с историями о трудовых буднях работников скорой помощи в Югре. Поначалу, когда едешь на вызов, кажется, что едешь в неизвестность. Но затем видишь пациента и начинаешь понимать, что медлить нельзя. Начинаешь оказывать помощь. На скорой результат виден сразу. Пациенту стало лучше и такое ощущение, что у тебя вырастают крылья. Каждая успешная реанимация и спасенная жизнь делают меня счастливой. Ради этого, я считаю, стоит жить. В Югре скорую медицинскую помощь оказывают 5 станций, 23 отделения и один центр медицинных катастроф. С общим автопарком больше 300 автомобилей. На скорой трудятся 162 врача и около полутора тысяч фельдшеров. Также больше 600 человек прочего персонала, в том числе водителей. В прошлом году югорчане обратились за помощью полмиллиона раз. В среднем диспетчеры принимали почти полторы тысячи вызовов за сутки. Благодаря четкой и слаженной работе сотрудникам неотложек в 2020 году удалось спасти жизни свыше 1200 пациентов с острым инфарктом миокарда и больше 5000 югорчан с острым нарушением кровообращения мозга. В этом году сразу два профессиональных праздника отмечают работники хантамантийской неотложки. Станции скорой помощи окружного центра исполнилось 60 лет. Сегодня это одно из самых современных учреждений в стране. Здесь работают 128 сотрудников. У медиков есть не только отдельные кабинеты, но даже комнаты отдыха. На экскурсии в скорой ханты-мантийска побывала наша съемочная группа. Со старожилами станции познакомилась Наталья Акст. Скорая помощь. Здравствуйте. Мне плохо, у меня кружится голова. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас давление нормальное. Жалобы, я так понимаю, что головокружение... Головные боли у меня. Голова болит, да? Да, перед тем, как мне стало плохо, у меня была головная боль. Сейчас голова болит? Немножечко. Немножечко. Уколчик будем делать? Ой, наверное, нет, я откажусь. Давайте мы лучше отправимся к вам на работу и посмотрим, как там все устроено. На станцию скорой помощи Ханты-Мансийска ежедневно поступает примерно 100 обращений от югорчан. А за год около 30 тысяч. На линии круглосуточно работает 7 бригад. Добраться до пациента они успевают меньше, чем за 10 минут. Но бывают поездки подольше. Например, в поселок Шапша или деревню Юрки. Работа врача, скорой помощи, это, конечно, тяжелый труд. Это ответственность. Но вообще, вы сами понимаете, что жизнь наша, в наших руках жизнь человека. Поэтому мы должны много знать, много уметь. Нравится работа в том, что есть на нашей работе, можно эффект сразу увидеть. Обслуживаем всех, от мала до велика. Вот недавно роды принимала, поэтому за столько лет первые роды, конечно, немножко было страшно. В 2013 году скорая окружной столицы обрела новое просторное здание с комнатами отдыха для врачей и фельдшеров. Здесь есть перевязочный и процедурный кабинеты, а также оборудована теплая автостоянка с мойкой и ремонтным боксом на 11 современных машин. В далеком 1961 году, когда станция стала самостоятельным учреждением, о таких условиях можно было только мечтать. Тогда медики ютились в маленьком деревянном здании, ездили на двух машинах и пользовались многоразовыми шприцами. Если сейчас мы пользуемся одноразовыми шприцами, капельницами, все у нас одноразовое, то вот эти шприцы, видите, приходилось их обрабатывать, замачивать, обрабатывать, кипятить. Это все делал фельдшер оперативного отдела. Сколько разбили таких? Ой, не считали, но мы старались, как бы, нас очень сурово спрашивали, поэтому каждый шприц был на вес золота. До скорой помощи Надежда Белова три года работала в травматологической больнице. В неотложку ее взяли на испытательный срок. В результате месяц затянулся на 40 лет. 30 из которых отличник здравоохранения страны отработала фельдшером выездной бригады. За это время 60 тысяч раз выезжала на вызовы. Больше всего Надежда Георгиевна любила приезжать к детям и пенсионерам. Но были в ее практике и криминальные истории. Дают вызов. Разбил голову. А мы же ездили по одному. Время 2 часа ночи. У меня даже в мыслях не было. Ну, разбил, разбил. Приеду, думаю, повязку сделаю. Посмотрю, если кровотечения обильного нет, то, значит, доставлю вот трампунт. Приезжаю. А там, значит, человек, который встречал, убежал. Ну, я захожу. Есть кто живой? Есть. Кричат, есть. Захожу. Отрубленная голова. Все в крови. Стоит топор. Я, значит, спрашиваю. Так живой-то кто есть? Он говорит, есть. Вы не видели, как я со скоростью ветра выскочила и закрыла его на замок и вызвала полицию? Сейчас Надежда Белова трудится в оперативном отделе, который считается мозгом скорой помощи. В смене работают по два диспетчера. Это фельдшеры с многолетним стажем. Они принимают вызовы, в том числе экстренные системы 112, и отправляют на них бригады. Их к пациентам оперативно доставляют водители-парамедики. В 90-е годы югорчане первыми в стране, да и в мире, ввели это понятие. На станции создали специальную обучающую программу. Водители научили не просто накладывать шины и делать повязки, но и на время собрать капельницу. Да, конечно, помогаем. Носить надо носилки. Чемодан надо принести иногда. Повязки. Так же реанимацию делать. Вы уже делали реанимацию? Да. Реально. Как это вообще? Страшно? Ну, приехали ночью. Человек без сознания не дышит уже. И что пришлось делать? Ну, доктора занимались своими делами. Я помогал им. Чуть-чуть чувствовали и увезли больницу. За 60 лет станция скорой помощи Хантамансийска сменила 6 главврачей. Вот уже почти четверть века эту должность занимает Павел Овечкин. Я давно пришел к выводу, что это особая категория медицинских работников. Не все могут работать на скорой помощи. То есть случайных людей здесь не бывает? Бывают. Они приходят, но они очень надолго не задерживаются. Буквально в течение нескольких месяцев становится понятно, наш человек или нет. Остаются только те, кого не пугают трудности. Десятки вызовов в день, сотни инъекций и километры наложенных бинтов. Ведь для них это уже не работа, а образ жизни. Наталья Акст, Леонид Чемляков, окружная телерадиокомпания «Югра», Хантамансийск. Коллективу Сургутского музыкально-драматического театра представили нового руководителя. Директором учреждения стала Светлана Астраханцева. В прошлом главный балетмейстер Центра культуры и досуга «Камертон», заслуженный деятель культуры «Югры». Коллективу ее представил директор окружного департамента культуры Артур Латыпов. Перед новым руководителем он поставил ряд серьезных задач. Увеличить количество зрителей на спектаклях, расширить географию гастролей и обновить репертуар. Кроме этого, директор деп. культуры пообещал снова поднять вопрос о ремонте здания Сургутского музыкально-драматического театра. По смете, которую просчитывали недавно, он будет стоить более 300 миллионов рублей. Мы, как департамент, делаем всевозможные усилия, чтобы наш театр вошел в государственную программу. И вот сейчас будет формирование бюджета на 2022 год. Мы снова будем заявляться. Планируем заручиться поддержкой как раз депутатов окружной думы. Артур Латыпов также подчеркнул, что экс-руководитель СМДТ Тамара Лычката сыграла большую роль в становлении культуры Сургута и Окурга. А также проделала непростой путь, чтобы создать театр, который знают и любят и за пределами региона. Встреча с коллективом, к слову, была далеко не последней. Артур Латыпов отметил, что сейчас у театра плотный гастрольный график, и из-за чего сегодня он не смог ответить на вопросы всей труппы. Поэтому приедет в Сургут снова уже в начале мая. Светлана Астраханцева уже приступила к своим обязанностям. Она уверила, что опыт и имя, которое есть у театра, сохранит. Главная задача – это, скажем так, опираясь на то, что есть хорошего, на то, что есть здравомыслящего и ценного, а это, безусловно, есть, дать новые ростки, новые какие-то мотивации, новые потоки энергетические и культурные, которые обновят именно статус театра. Коголымчан приглашают принять участие в судьбе города и выбрать территорию, которая нуждается в благоустройстве в первую очередь. В этом году на обсуждение вынесли три проекта. Это парк «Галактика», сквер по улице Сибирской и этнодеревня у лодочной станции. Площадь последнего объекта – 15 гектаров. Планируется, что на территории этнодеревни югорчане смогут погрузиться в быт и обычаи коренных народов Севера. По проекту здесь предусмотрены жилые чумы и баня, места для лыжных прогулок и круглогодичные рыбалки, ледяной бар и фудтрак с национальной едой. Принять участие в рейтинговом голосовании может каждый житель города, достигший 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте 86.городсреда.ру. Сделать это можно до 30.го мая. Для информирования Гоголымчан в МФЦ и СКК «Галактика» работают волонтеры благоустройства. Очень хорошая идея с тем, чтобы развить наш город, потому что много хороших мест, но их недостаточно. Хотелось бы побольше каких-то скверов, мест для отдыха. Вот больше всего мне понравилась идея с этнодеревней. То есть это очень здорово, потому что у нас рядом только в Русскинских, насколько я знаю, есть такое место. Было бы отлично, если бы у нас в городе тоже была частичка народов севера, чтобы мы могли приехать туда, увидеть, погрузиться в эту атмосферу. Так, например, в 2018 году мы выбирали городской пляж. В 2019 году набережную реки Нкуяку. На сегодняшний день она реализуется. Уже определён подрядчик, демонтажные работы проводятся. Жительница Нефтьюганска Зоя Бузаева отметила 90-й день рождения. С юбилеем труженицу тыла поздравили президент Владимир Путин и губернатор Югры Наталья Комарова. Когда началась война, Зое Мироновне было 10 лет. В 41-м она потеряла отца, пришла похоронка. Тогда вместе с братом и сёстрами её семья перебралась в совхоз, где они несколько лет собирали табак и выращивали скот для фронта. День Победы она встретила в школе. В 54-м работала контролёром на Уральском военном заводе. Там же встретила своего мужа. Вместе они перебрались в Узбекистан, жили в Киргизии. А в конце 70-х переехали в Нефтьюганск. У Зои Мироновны дочка, двое внуков и шесть правнуков. Она может сказать, это тебе некрасиво, не идёт, сними быстро, давай. Она вообще у нас любит модничать. Она ещё, несмотря на то, что у неё зрение слабое, на один глаз, я приду, она у меня ещё тут выкроет что-нибудь, умудряется. То ей там халатик где-то не по фигуре сел, она там наживулит. Она у нас вообще очень клёвая. Рекордное количество участников пришло на кастинг первого в Югре вокального шоу «Иди за мной». Сегодня наставники проекта работают в Сургуте. За день им предстоит услышать около сотни певцов. Такого ажиотажа наставники проекта Алена Поли и Вера Кондратьева ещё не видели ни в Нижневартовске, ни в Ханты-Мансийске. В крупнейший муниципалитет приехали исполнители из Нефтьюганска, Коголыма и самых удалённых поселений Сургутского района, в числе которых даже Нижнесаратымский. Ограничений по репертуару, возрасту и стилю исполнения нет. Единственное, что поможет получить билет в финал – это талант. Способов его проявить участники нашли немало. Исполняли свои авторские песни, предлагали оригинальные аранжировки и даже показывали двухминутные спектакли. Именно тех, кто прошёл финал, наставники огласят в конце недели. За главный приз – полмиллиона рублей – поборются только 16 сильнейших голосов Югры. Увидеть вокальное шоу «Иди за мной» можно будет на телеканале «Югра» в сентябре. Я мамочка двух-двоих детей, поэтому я с декрета в декрете, то есть и вот хочется какое-то разнообразие, какого-то драйва, адреналина получить, вот, поэтому я здесь. Я считаю, что в нашем округе культура находится на очень высоком уровне, поэтому я безумно счастлива сегодня представлять свой город Когалы. Я пришла с авторской песни. Дело в том, что да, 6 лет назад, находясь в декретном отпуске, у меня в голове родилась песня, и 6 лет она просто крутилась у меня в голове, и тут вдруг я узнаю о кастинге, и думаю, ну, это тот самый момент, когда нужно положить на ноты, нужно выйти, и чтобы её услышали. Фантоматийский лыжам дарит вторую жизнь. Всё это стало возможным благодаря проекту «Наследие Олимпийских игр в Сочи». Мастерская находится прямо в кузове КамАЗа. Это и позволяет экипажу путешествовать по стране и помогать детским спортивным школам приводить лыжи в порядок после насыщенного бегового сезона. Команда специалистов состоит всего из двух человек. Они и водители, и мастера. Реанимируют лыжи на специальном станке с помощью каменной обработки. Вся процедура проходит в три этапа. На первом выравнивается скользящая поверхность, затем инвентарь полирует, а в заключении наносят структуру. Это и помогает лыжам по-новому скользить по снежной глади. За один день специалисты могут подготовить до 150 пар лыж. В столице Югры бригада пробудет до 30 апреля, а затем продолжит тур по стране. Географию сами себе создаем. Мы, грубо говоря, отталкиваемся от зимы. У нас зимой основные старты – это Кубки Пермь и Чемпионаты России. И дальше смотрим, куда нам заехать по пути. На данный момент мы были в Тюмени, чемпионате России по лыжным гонкам. И решили приехать в Ханты. И уже отсюда, из Хантов мы поедем в Пермь и из Перми уже в Москву. Такие сервисы будут приезжать к нам весной, подготавливать инвентарь наших спортсменов на территории города Ханты-Мансийска, а также и других муниципалитетов Югры. Также мы ожидаем приезд в следующий сервис бригады. Это по направлению горной лыжи и сноуборд, который будет проходить в мае. Трехкратные обладатели Кубка Петрова хоккейная команда Югра привезла свой главный трофей в Сургут, что не могло не порадовать болельщиков. Главный приз высшей хоккейной лиги – настоящий магнит для любителей этой игры. Все желали непременно сфотографироваться рядом с главной наградой «Севера». Не остались без внимания и сами виновники события. Как только хоккеисты появились в ледовой арене города, их тут же окружили фанаты. Как прошла встреча ледовой дружины с сургутянами, узнаете в следующем сюжете. Болельщики Сургута с нетерпением ждали прибытия команды-победительницы в город. За исходом прошедшего турнира следили целыми семьями и не упустили возможность увидеться со спортсменами вживую. Я болела за Югру. Это наша команда. Плакали, были слезы, слезы радости, потому что, ну, молодцы, реально молодцы парни. Для меня хоккей – это моя жизнь практически, потому что у меня два сына играют в хоккей. Киря – чемпион. Для будущего чемпиона. Я взяла ему автограф, да. Просто они сейчас переодеваются в раздевалке, не знаем, переживаем, хотим, чтобы они тоже прикоснулись все-таки к кубку. В итоге все получилось, и дети успели встретиться со своими кумирами. В Сургут чемпионы прибыли во время финала окружного первенства по хоккею среди юношей 2010 года рождения. Единственное, о чем жалеют участники ледовой дружины – не удалось поиграть на одной площадке с молодежью, как они это делали в Нижневартовске. На самом деле, да, обидно, что здесь тоже не получилось, но зато мы вот побывали на турнире. Такое турне для подрастающего поколения, мне кажется, это очень здорово и нам интересно. Я вот ни разу не был в Сургуте, очень приятно побывать здесь. Кроме встречи с болельщиками, чемпионы произвели вбрасывание шайбы для команд юниоров, сражающихся за первое место в окружном первенстве. В администрации считают, пусть не мастер-класс, но все равно заряд энергетики для детей просто огромный. Передача той энергетики, той мощи, которую показывают взрослые уже хоккеисты, которые уже себя показали, это очень важно для детишек. Я сам помню, когда был маленький и встречался с мастерами и от дзюдо, и с мастерами по дзюдо, для меня это было огромное воодушевление. И хотелось тренироваться, работать, работать и работать, и показывать своих ребят. Но у ребят такая же степенность. На Сургуте турне хоккейного клуба «Югра» не закончится. Чемпионам предстоит посетить еще один крупный город округа – Нефтьюганск. Там их также ждут болельщики. Евгений Неупокоев, Игорь Батищев, телеканал «Югра», Сургут. Слэдж-хоккейная команда «Мамонтята» и «Югры» уступили в первом матче на всероссийских соревнованиях. Сегодня в Нижнем Новгороде начался третий фестиваль адаптивного хоккея «Хоккей Фэмили Фест». В нем принимают участие 29 команд со всей страны. По правилам соревнований все ледовые дружины разбиты на дивизионы в зависимости от уровня подготовки. Егорская команда выступает в дивизионе «Б». Благодаря «Мамонтята» сегодня «Мамонтята» уже сыграли свой первый матч и уступили московским крыльям Советов со счетом 11-4. Также нашей команде предстоит выйти на лед против ястребов из Оренбурга. Напомню, на прошлом фестивале югорчане стали победителями дивизиона «Г». Это и позволило им подняться на уровень выше. К этому часу это все новости от моих коллег. Всего доброго. Увидимся в эфире. Ростелеком представляет своим пользователям тариф, который сможет угодить любым предпочтениям. Трансформер – так называется первый подстраивающийся под предпочтение зрителей тариф видеосервиса «Винг». Трансформер появился около года назад и быстро стал самым популярным тарифом в линейке «Винг». За это время мы изучили опыт и пожелания клиентов. Мы разработали новую версию тарифа, которая подстраивается под интересы пользователя. По сути, клиент получает персональную подписку, которая учитывает его вкусы и предпочтения. Обновленный трансформер – отличная возможность сделать «Винг» личным видеосервисом. С трансформером зрителям «Винг» больше не нужно настраивать список дополнительных пакетов самостоятельно. Они будут активироваться автоматически в зависимости от просмотров телеконтента. Винг доступен на любом экране из любой точки мира, где есть интернет. Абоненты могут подключить интерактивное ТВ на семи устройствах – домашнем телевизоре, смартфоне или планшете, ноутбуке и компьютере. Винг также представлены сервисы караоке, аудиокниг, облачных игр. Стоит отметить, что новым пользователям тариф «Трансформер» в подарок идет бесплатный доступ на 30 дней.